Десант чиновников из правительства Хабаровского края на днях побывал в нескольких муниципалитетах Подмосковья, чтобы ознакомиться с опытом местных ведущих аграрных предприятий и кластеров. В Дмитровском округе представители российского Дальнего Востока побывали на территории агрокластера «Сырная долина» в сопровождении представителей Министерства сельскохозяйства Московской области и Дмитровской администрации. Вот очистные сооружения. У нас здесь по лотеяльству есть 3000 кубов по мощности как подведения, так соответственно и очистка. Здесь уже общая идет очистка. В «Сырной долине» представители администрации Хабаровского края заинтересовал опыт сотрудничества подмосковных властей и бизнеса. На территории этого агрокластера коммуникации, очистные и другие инженерные сооружения возведены за счет областного бюджета, а резиденты кластера за свой счет обязаны построить здесь заводы и начать производить сыры различных сортов. Первый завод уже практически построен предприятием «Сыровар». Гости из Хабаровска ознакомились с новым дмитровским производством. Затем делегация из правительства Хабаровского края побывала на территории агрохолдинга «Дмитровские овощи». Здесь они ознакомились с тем, как работает система хранения и сортировки выращенного местными аграриями картофеля и овощей. В рамках обмена опытом гости интересовались, как работает на территории этого агрохолдинга полный цикл – выращивание, переработка, хранение и поставка в магазины картофеля и овощей. Сегодня основная цель – это перенять опыт коллег, которые являются одними из лидеров в отрасли сельского хозяйства. Перед нами стоит задача, которая стоит губернатор по развитию отрасли. Поэтому решили перенять опыт коллег. Что-то уже отметили для себя? Конечно, все объекты, которые мы сегодня смотрели, входят в комплексный план нашего края. Поэтому технологии, которые нам сегодня показали, они современные, интересные. Будем распространять опыт на территории края. И завершили свою дмитровскую программу представители Хабаровской администрации посещением сельхозпредприятия «Докогенные технологии». Основное направление этого предприятия – производство семенного картофеля и обеспечение хозяйств Российской Федерации качественным семенным материалом для производства отечественного столового картофеля. Местные ученые разработали, запатентовали и индустриально используют собственные инновационные технологии производства безвирусных мини-клубней картофеля. «Докогенная технология» полностью решила задачу импортозамещения как для собственного производства, так и для обеспечения своих клиентов – производителей картофеля. Губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым правительству поставлена задача создать к 2030 году 9 агрокластеров. И вот мы сейчас определяем те направления, по которым мы будем эти агрокластеры составлять, делать и реализовать на территории Хабаровского края. На самом деле в Московской области очень это развито, очень продвинуты эти направления, в части и овощи хранилищ, в части и создания кластеров, ну и семеноводство тоже здесь, конечно, шагнуло далеко вперед. Мы во взаимодействии с коллегами хотели бы этот опыт перенять для нашего региона и, надеюсь, на дальнейшее плодотворное сотрудничество в этом направлении. Продолжение следует...